400 инвалидов по зрению. Это только в Сочи. Редкие, такие как Сергей Гринь, находят применение своим силам и талантам. Он пишет картины, книги, занимается спортом, работает в художественном музее. Многие из людей, которые имеют инвалидность по зрению, допустим, как и я, хотят выразить свои слова благодарности всем тем, то, несмотря на свою занятость, помогают человеку, имеющему белую трость, либо слабовидящему, сориентироваться на местности, подсказывают необходимый, нужный автобус. Екатерина Дешекова, инвалид по зрению первой группы, любит музыку, сочиняет песни и выступает на концертах. На фестивале «Пара-арт» завоевала в этом году почетный кубок в номинации «Вокальное творчество». Но есть и другие, которые ограничены четырьмя стенами. Хотя сейчас в Сочи есть все условия для того, чтобы слабовидящие люди могли без проблем перемещаться по городу. Везде уложена тактильная плитка и специальные указатели. Но важно, чтобы окружающие им помогали не падать духом, полноценно жить, даже с неполноценным зрением. На примере Кати можно сделать вывод, что жизнь действительно этим не ограничивается, приговором таким, что вот если со зрением проблемы, значит все, жизнь остановилась и дальше нет пути, нет цели, незачем жить. Всегда жить надо, потому что жизнь, она всегда прекрасна. И силы черпают люди, глядя на таких людей, как Катя. И это действительно так. Как раз люди с инвалидностью часто демонстрируют всему миру свою силу воли. Здоровый порой не может похвастаться таким жизнелюбием. Тем не менее, поддержка общества для них крайне необходима. И личные проекты, которые рождаются у сочицев, такие как, например, «Возьми книгу, помоги детям», нужны и инвалидам по зрению. Сегодняшнее сообщество городское несет в себе очень много идей, очень много такого созидательного начала. И мы предлагаем обычным нашим горожанам в рамках своей деятельности, которую они ведут, присоединить к себе людей с инвалидностью, делать какие-то проектные вещи. И если у вас есть такая идея, обращайтесь в управление социальной политики, курортный проспект 53, пятый этаж. Мы с радостью примем вас, обсудим эти проекты и соединим вас с нашим инвалидным сообществом. Такие даты в международном календаре, как День Белой Трости, напоминание обществу о тех, кто живет рядом. И кому, возможно, очень нужна ваша поддержка. Елена Овсец, с нами Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...